Уважаемые коллеги, наша тема с вами – «Особенности работы с утратой в гештальт-подходе». Это, я думаю, что сейчас на самом деле действительно очень актуальная тема на данный момент, вообще, конечно, на любой момент жизни человека, потому что мы что-то утрачиваем. И мы имели какой-то разговор сейчас о том, что такое утрата сама по себе, и мы можем утрачивать очень много. Мы можем действительно хранить близких людей, которые погибли, можем хранить любимые существа, это могут быть наши животные, это может быть утрата статуса, допустим, увольнения с работы, развод, безусловно, это утрата. Утрата – это действительно очень такое широкое понятие, но сегодня такая небольшая моя лекция, хочу все-таки вам немножко рассказать какие-то вещи, поставить некоторые акценты, ну и предложить вам технику, ну там будет несколько акцентов, которые я расставлю, и в своих группах вы сможете делать все, что вы захотите. Так что вам будет интересно, вы можете только попрактиковать, а можете просто пообсуждать, потому что мне кажется очень важным, когда мы что-то слушаем, еще это обсудить. Поэтому те полчаса практикума вы можете сделать упражнение, технику, которую мы используем, либо просто пообсуждать. Поэтому утраты много, утраты разные бывают, разная степень у человека увлеченности в эти утраты, но мы сегодня поговорим про смерть, да, про то, когда кто-то умирает. В нашей ситуации политической, нашей российской, довольно много обращений по этому поводу, да, их всегда, конечно же, много, но вот сейчас такая прям тема актуальная. Поэтому давайте я тогда вам расскажу, пять минут оставлю на вопросы, если вы захотите, можно будет задать какие-то вопросы, и потом тогда практикум, вот в том формате, который вам будет комфортно. Так, а кто на слайде? Ага, значит, ну такая восточная мудрость, как всегда, знаете, если про смерть хочется немножко надежды. Вот, каждая встреча несет в себе расставание, каждое расставание несет в себе обещание новой встречи. То есть, безусловно, когда человек входит в период проживания горя, или как там Фрейд говорил, работа горя, мне очень нравится этот термин, потому что горе работает, и человек, проживая это горе, он действительно меняется, он действительно становится немножко другим. Вот, и, конечно, появляется новая встреча, новая встреча с чем-то, да, встреча с собой, с какими-то новыми понятиями, иногда даже с новыми людьми. Следующий слайд. Значит, и я бы хотела с вами поговорить про процесс горевания, так как у нас в рамках гештальт-подхода этот взгляд, хотел бы поговорить с вами про процесс горевания, основываясь на цикле контакта, который у нас в полной мере практикуется в гештальт-подходе. Есть кто-то, кто знает про цикл контакта? Есть кто не знает? Ага, вижу. Да, много. Я коротко скажу, что такое цикл контакта или цикл опыта. Это то, как мы контактируем и взаимодействуем с чем-либо. Давайте возьмем самую простую метафору, самую-самую, которую очень любил Пёрс, которую в любой книжке вы найдете, она самая элементарная. Это про голод, да, это про то, что я хочу. Значит, при контакте. При контакте это когда вдруг я начинаю ощущать, ну что-то у меня в кровоте бурлит, какой-то дискомфорт, что-то такое, да, какое-то неприятное, может быть, возбуждение, ну или приятное, может быть, ну какое-то вот что-то в моем организме происходит. И мы это чувствуем телесно, да, мы это ощущаем. И через какое-то время я начинаю понимать, что у меня, что я хочу есть. Вот при контакт, это вот эта первая часть, да, еще контакта нет, переход на следующую фазу, как бы формируется фигура, да, появляется фигура, у нас называется фигура фон, может, вы тоже знаете, да, значит, появляется фигура, которая говорит, о, а я хочу есть, да, вот заканчивается при контакте, начинается контактинг, мы его как бы характеризуем появлением фигуры, чего я хочу. Вот, значит, появилась фигура, хочу есть, да, вот она тут выросла, говорю, о, отлично, я хочу есть, что делаю я дальше, да, контактинг, я начинаю искать, а как бы мне эту потребность в голоде удовлетворить, пойду булку съем, домой поеду, пойду в ресторан, зайду в магазин что-то себе купить, да, я начинаю прикидывать, подбирать, думать, пробовать, что же эту потребность мне удовлетворит, контактинг, да, вот, и тут работает такая эгофункция выбора, это я беру, это я не беру, это я буду, это я не буду, да. Дальше, финальный контакт или фулл контакт, я вхожу в контакт с этим, я ем, просто вот сижу, купила я себе эту булку, не знаю, любимую свою, да, и сижу, ее ем, вот фулл контакт, полный контакт, когда я становлюсь единым целым со своей булкой, да, вот мы входим в это слияние прекрасное, да, вот это фулл контакт, вот, потом постконтакт, я сажусь, думаю, ах, как было хорошо, как мне хорошо, как мне спокойно, как я вообще-то наелась, допустим, да, и мне очень комфортно, и потом, вот этот постконтакт, такое, знаете, творческое безделье, такое приятное ощущение, когда все хорошо, такое ощущение удовлетворенности, ну, а потом начинается новый контакт, начинается новый цикл контакт, Ну, в общем, если коротко, вот всё, что мы как гештальтерапевты рассматриваем по взаимодействию с любыми феноменами, внешними, внутренними, идёт по циклу опыта, по циклу контакта. И в конце постконтакта формируется новое «я», немножко, да, «я так, то наелась», «я так, то наелась чем-то». Вот, и поэтому я хочу с вами рассмотреть работу горя, как человек проходит этапы горевания на основании вот этого цикла контакта. Как можно понять, при контакт, да, допустим, произошла какая-то трагедия, человек умирает, да, мы сегодня всё-таки говорим про то, про работу со смертью. У близкого, ну вот у кого-то умирает близкий, и появляется вот эта информация, и появляется первая стадия, при контакте. Конечно, человек информацию услышал, да, конечно, человек её воспринял, но он ещё её до конца не понимает. А можно следующий слайд? Вот, значит, представляете, вот живёт человек, да, ну, допустим, это какой-то близкий, ну, вот, не знаю, последний мой опыт работы с утратой – это вдова, да, женщина, которая жила с этим мужчиной, жила очень долго, он болел раком, ну, вроде как было предсказуемо, что он умрёт, как вы понимаете, к этому подготовиться невозможно. Вот, и на этого мужчину у неё было очень много чего завязано. Ну, много, да, они, знаю, ходили вместе, не знаю, спали в одной кровати, ходили куда-то, детей растили, ну, я не знаю, там, в кино ходили, деньги зарабатывали, шкафы чинили, там, всё что угодно. Вот, и на этого человека очень много чего завязано. И, конечно, моментально оборваться это не может, ну, биологически, физически не может. И поэтому, конечно, вот эта первая фаза – это фаза шока, да, когда человек не понимает, что происходит. Он, как бы, головой понимает, но всё его нутро совершенно не понимает. И, да, видите, тут одновременно две тенденции. Конечно, уже начинает, уже запускается работа горя, но эта информация, она может быть такой сильной, она может быть такой мощной, она может быть такой травматичной, что организм начинает процесс саморегуляции. Он, как бы, отрицает это понимание. Да, как вы думаете, для чего? Какие есть идеи? Зачем вот нужно вот это отрицание для организма? Не разрушиться, подкопить какие-то ресурсы, да, для того, чтобы не зайти с ума, в конце концов, если это действительно какая-то, ну, иногда бывают истории, когда все могут погибнуть в автомобильной катастрофе, человек остаётся один, да, и ему вот это вот осознать, конечно, просто не представляется возможным, да, и мы копим ресурсы. Но есть очень важный момент о том, что люди иногда на этой стадии могут застревать. И тогда мы будем говорить о патологическом горевании, застревать надолго. У меня была пациентка, я не часто рассказываю, потому что она такая для меня настолько показательная, когда она стала рассказывать о своём муже, погиб скоропостижно, тогда вот это был Сапсан, Москва-Петербург, такая очень резонансная была авария, вот, и он там погиб у неё. И она мне о нём рассказывает, рассказывает о том, что он, ну, вот о своих чувствах, о том, что с ней происходит. И у меня такое впечатление, что это произошло вчера, ну, не знаю, неделю назад, ну, месяц, а четыре года прошло. Четыре года. И было такое впечатление, что четыре года у человека просто выпали, и она осталась на первой стадии. Она сохраняет его вещи, она вот как будто бы живёт, как будто бы он сейчас должен прийти. Она говорит, я себя немножко обманываю, я просто думаю, что он уехал в командировку и сейчас может прийти. Ещё есть одна у меня клиентка, сейчас актуальна в терапии, сын погиб 8 лет назад, они до сих пор в этой комнате не открывают окна, им кажется, что там есть запах. Вот, вещи все остались на своих местах, они многим знакомым не сказали, что он умер 8 лет. Его спрашивают, там большая семья многодетная, и он учился в другом городе, иногда просто приезжал. И когда они спрашивают, как вот там, Вася, например, она говорит, всё в порядке, да, вот как, да, 8 лет прошло. И когда я начинаю к ней подходить, как-то говорить, ну, может быть там хотя бы окно открыть, проветрить, ну, хоть что-то, вот просто вот максимальное отторжение, максимальное отторжение. Да, и, конечно, я встречаюсь с тем, что у неё масса психосоматических симптомов, конечно, чекодавление там и всякое такое, потому что вот то горе, которое должно отработать и в результате привести, ну, скажем, поэтично к светлой памяти, да, оно не совершено. И вот это застревание, это, конечно, лишает человека жизни. Вот на это время, пока человек в шоке, у него время останавливается, у него, его жизнь, часть его души совершенно не живёт, она, конечно, фактически совершает какие-то действия, она что-то ходит, ну, она не работает, но это не принципиально, она могла ходить на работу, делать что-то, но вот она остаётся в совершенно замерзшем состоянии. Вот, и поэтому вот это первое при контакте, когда человек не понимает, ещё что с ним происходит, очень важно с одной стороны его не подталкивать, но с другой стороны не поддерживать вот эту реакцию шока и избегания осознавания очень долго. Как вы думаете, что мы можем здесь делать? Когда, допустим, если пришёл человек, у него вчера кто-то погиб, понятно, что нормально ему быть в шоке. И до недели, до двух недель это какое-то нормальное состояние. И чем оно характеризуется? Тем, что люди встречают на улице, ну, как будто бы встречают на улице, они раз и видят со спины, они ощущают, что вот-вот он должен прийти, иногда прикосновения какие-то, ну, как будто бы ощущают. И просто психика не может пока расстаться, и ей хочется быть с этим человеком, и хочется ещё побыть. Но если мы видим человека, который приходит на терапию и четыре года, да, вот как я говорила, четыре года она его ждёт, ну, там, не моет чашку, как вы думаете, что важно здесь делать? Как подойти к человеку, чтобы он начал идти дальше, да, чтобы процесс этот всё-таки завершился? А они головой понимают. Чтобы они проговорили, чтобы они проговорили. Да, иногда отказываются, иногда проговаривают, иногда действительно это немножко процессы может запускать, да, вот именно назвать вещи своими именами. А иногда просто начните говорить про этого человека, умершего, о чём угодно. Про хорошее, про вспоминать какие-то, не знаю, приятные какие-то моменты, какой он был, что он любил, куда вы ходили. Ну, то есть вообще ввести его, вот как некую фигуру в разговор, да, и вот через какое-то время, вот у меня сейчас девочка одна, ну, девочка, 50 лет ей, вот, она утратила мужа, у неё умер, и через несколько месяцев умер отец. И она спроецировала на другого мужчину все качества и отца, и мужа. И она говорит, я не могу понять, я не горюю. Меня сейчас спрашивают, как у тебя? Она говорит, хорошо. Два года прошло. Естественно, ко мне актуально пришла в терапию, говорит, а я что-то вес набираю, набираю, уже с 52 на 56 перешла. Думаю, что такое, не могу понять, наверное, надо обратиться. Вот, и в какой-то момент, когда мы стали снимать эти проекции с этого, вот, мужчины, которого она встретила, и она говорит, а Рома-то нет. И вот спустя два года она это осознала. Она говорит, ну, его нету, и дальше начинается уже следующий этап. Да, поэтому на первом этапе мы просто начинаем, если человек застрял в этом, да, то мы, соответственно, начинаем на нём говорить. Но понимаем, что подталкивать ни в коем случае нельзя, потому что, наверное, для человека осознавание это будет настолько разрушительно, и вот эта саморегуляция работает на то, чтобы не осознавать. Вот, но всё-таки, можно следующий слайд? Да, давайте. Следующий, где ребёнок умер, скажите, а место обитания этого ребёнка у тебя в комнате или на кладбище у этой клиентки? Ну, она не сумасшедшая, она понимает, что он умер, и она ходит на кладбище, но у них такой мемориал дома. Да, двойное, да, двойное, да, да. Да, это не безумие, люди не сходят с ума, да, но это понятно, что вы понимаете, критика сохраняется, она говорит, что как-то очень странно, но я по-другому не могу, да, ну и, в общем, мы, конечно, иногда без антиперсантов не обойтись. Дальше, следующая стадия, ну, по-разному её называют, контактинг, и мы начинаем как бы примеряться, появляется вот эти сильные, шок проходит, появляются вот эти сильные чувства, да, первые. Это часто бывает агрессия, чувство вины. Вспомните, пожалуйста, когда вы ездили в отпуск, мы приезжаем из отпуска, что мы делаем? Смотрим фотографии, рассказываем об этих фотографиях, да, не знаю, вечерком, ну, не знаю, я, по крайней мере, не так просмотрю их какое-то время, да, потом какое-то время проходит, ну и всё, и там жизнь берёт своё. Вот, и гештальтерапия считает, что чувство вины – это ещё возможность побыть с этим человеком. Сейчас я поясню, что это такое. То есть обязательно появляется вот эта агрессия, но агрессия, я тоже поясню чуть попозже, что это такое, и обязательно появляется чувство вины. Я что-то не так сделала, я что-то не так, недостаточно, не знаю, там, внимания уделила, недостаточно была внимания. Короче, да, вот это чувство вины довольно характерно и обязательно 100% у всех бывает в разной просто амплитуде, в разной степени. Вот, и с точки зрения гештальтерапии, ну, грубо говоря, человек размышляет, вот, а если бы я была там, а если бы я сделала вот так, а если бы мы пожили ещё вот таким, вот образом, а если бы я поступила вот так, ну и так далее. Да, и вот это какая-то, это такая жвачка, да, когда мы с ней работаем, такое странное ощущение бессмысленности как будто бы, да, этого обвинения. Хочешь сказать, ну, нет, ты ни в чём не виноват, там, и так далее. Но если посмотреть на глубинный смысл, то глубинный смысл в том, чтобы побыть ещё с этим человеком. Как фотографии после отпуска. Отпуск закончился, мы знаем, но мы смотрим фотографии, нам как-то вот, как-то вот, как-то приятно. А здесь, к сожалению, не оборвать вот эти привязанности так быстро, да, невозможно человеку перестать жить без своего любимого. И поэтому чувство вины, оно как раз про то, чтобы побыть с ним ещё. Видите, какой вот смысл, да, побыть с ним ещё, побыть в воспоминаниях, побыть, как бы, пожить там. Да, люди, конечно, пока вперёд смотреть не могут. Для них слишком сложно, для них слишком какие-то процессы оборвались, и строить будущее пока ещё сложно. Поэтому они хотят ещё побыть со своим любимым вот в таких немножко странных формах, через чувство вины и побыть рядом с ним. Поэтому здесь мы работаем таким образом, что мы, конечно, слушаем и поддерживаем. Ну, действительно, задаём какие-то поддерживающие вопросы. Не обрываем, перестаньте, вы ничём не виноваты. Мы даём человеку побыть, да, мы даём человеку поговорить. Вот, ну, конечно, и она проходит. То есть задача не разубедить, что ты ни в чём не виноват. Да, задача спокойно и, ну, конечно, сохраняя связь с реальностью, да, о том, что, ну, какие-то вещи мы не могли сделать, действительно, поддерживая невиновность некоторую, но не обрывая этот процесс, он важен. Он важен, потому что человек таким образом помогает себе проживать эту утрату. Чувство агрессии. Можно следующий слайд? А, тут у нас нету. Значит, чувство агрессии, я хотела про него сказать отдельно, оно появляется… Можно обратно вернуть на второй слайд? Вот, оно появляется в два раза. Первый раз оно появляется вот на контактинге, да, когда просто какая-то вспышка агрессии, да, какая-то злость немотивированная. Люди могут на детей срываться, как-то вести машину каким-то, не знаю, образом, да, всё было нормально, потом раз, какая-то вспышка агрессии, слёзы там и так далее. Вот. И, конечно, это про то, что у человека очень много новизны, у человека очень много того, что ему сейчас надо пережить, а он не хочет это переживать, он не выбирал это переживать, да, это не было его какой-то осознанным выбором, ну, не знаю, это переживать. Да, не знаю, даже вот человек садится на диету сам, сам думает о том, что садится на диету, и то злится, что не может что-то съесть, да, ну, вот нормальный такой человеческий процесс, вот, а тут вообще он не выбирал, а боли много, ситуация существенно должна быть пережита, и поэтому, конечно, человеку хочется торгать, хочется как-то злиться, вот, или от накопления чувств, да, когда чувства копятся, ну, и, в общем, через агрессию они выходят. Это первый раз, когда мы увидим агрессию, мы потом увидим её ещё раз, мы увидим её уже в виде злости на умершего уже по-другому. Как вы думаете, как мы здесь с этим работаем, с агрессией, я имею в виду? Какие есть идеи, коллеги? Да, даём просто отреагировать, да, и людям очень неудобно, вы, наверное, обращали внимание, людям очень неудобно злиться на умершего, вот, на эту всю ситуацию, да, как будто бы это неприлично, да? Разбернуть этот процесс, да, и прожить полностью, да? То есть человеку самогуразиться, сказать, что здесь и сейчас это можно. И нужно, и что вы злитесь не конкретно на того, кто погиб, или погиб, или умер, или ещё что-то, а вы злитесь на ситуацию, что это естественная реакция вашего организма на то, что вам приходится это проживать. Мы всё равно, ну вот, по большому счёту, я злюсь на то, что мне приходится это проживать. Вот как бы это ни звучало, но по большому счёту с этим связаны. Поэтому обычно люди это, ну, в моём опыте хорошо воспринимают и говорят, ну, понятно, ну, то есть привести примеры какие угодно, добиться вот этого некоторого понимания, и тогда вот эта злость, она может быть, и она вот на этой стадии, на второй стадии, она ещё не очень адресная. Она скорее вот на вот всю ситуацию в целом. Я злюсь на ситуацию, что она таким образом развернулась. Часто не конкретно на умершего. Вот, то есть первое вот это чувство вины, да, то есть потихонечку мы начинаем отрываться, да, идём по этому циклу контакта. Основная задача, если мы говорим про цикл контакта, работы, горе, это расстаться со своим близким. Расстаться, да, то есть процесс расставания, он не как бы не маркируется днём смерти, да, есть ещё вот этот вот процесс, который люди проходят, проживая это. Вот, и поэтому основная задача цикла контакта, основная задача – это прожить и расстаться с этим человеком. Ну, сейчас есть некоторые хитрости. Вот, дальше идёт следующая стадия. Можно следующая? Вот тут вот уже человек осознал, что это произошло, да, он уже как мог побыл со своим близким, он чувство вины уже тоже, допустим, отпустило, и он уже эту вину не чувствует. Но ему теперь нужно научиться, ему надо научиться жить без своего близкого, да, ему надо научиться проходить, не знаю, какие-то жизненные этапы, жизненные циклы без своего родного человека. Недаром траур, считается, проходит где-то в течение года, потому что в течение года случается Новый год, 8 марта, 23 февраля, дни рождения, дни рождения детей, там, короче, да, вот эти все социальные такие штуки, и теперь нужно как-то прожить без него, да, и вот это тоже наша работа. И здесь вот такой интересный момент на этой третьей стадии, когда человек просто научается жить без своего любимого, научается, не знаю, отмечать Новый год, научается не покупать ему подарки на день рождения, там и так далее. Вот, но в этот момент я хочу, чтобы вы поняли меня правильно, без экзистенциальных каких-то вещей, но происходит некоторая реконструкция отношений. То есть, грубо говоря, мы со своими умершими близкими по большому счёту не расстаёмся. Да, мы с ними не общаемся, да, мы с ними не контактируем, да, но мы можем приехать на кладбище, мы можем о них вспомнить, мы можем в какую-то дату про них поговорить, и они всё равно остаются частью нашей жизни. Вот это очень важный момент, то есть если вот эта реконструкция, да, отношения просто, как сказать, они видоизменяются, они сохраняются, и любовь к наших близким, она сохраняется. И здесь важно, вот я работала вчера с девочкой, с девушкой молодой, у неё утрата, но такая интересная утрата, она переехала жить в другую страну, и её очень поддерживал один человек, совершенно без какого-то эротического, романтического флёра, он её учил языку, и он был для неё эти три года какой-то бешеной поддержкой. Вот, и такой интересный человек, он сказал, я уезжаю в другую страну, я больше не хочу жить, ну вот в этой, где она, и мы не будем видеться. Вот он такой очень интересный человек, и она рыдает, у неё просто реальная утрата. Вот, и когда я ей сказала, что слушай, ну мы сейчас будем переживать, и на каком-то этапе, она тоже психолог, на каком-то этапе мы с тобой просто сделаем реконструкцию отношений, ты сможешь к нему обращаться, ну в своей голове, да, ты не сошла с ума, понятно, ты не слышишь голоса, но как-то ты сможешь к нему обращаться. Она говорит, Лена, как это важно, как это хорошо, как это мне облегчает этот процесс, что мне не надо навсегда с ним расстаться и никогда больше вообще не иметь с ним никакого дела, а я могу с ним контактировать. Ну вот, не сходя с ума, да, но как-то немножко взаимодействуя, получая даже иногда какие-то ответы, да, и вот мы говорим про реконструкцию отношений, и вот этот момент очень важный, его, говорю, что это не религиозная и не экзистенциальная вещь, это чистая психологическая история, потому что наши отношения с этим близким, они с одной стороны оборвались, с другой стороны просто перешли немножко в другую плоскость. Ну кто терял таких очень дорогих близких, всё равно с ними диалог остаётся? Ну он просто остаётся и, ну, наверное, уже не так часто, как, ну там в моём опыте это есть точно совершенно, не так часто, как в начале, да, через какое-то время-то иногда происходит, но он остаётся, и это важно, это важно. И на этом этапе появляется выяснение отношений, если это отношения, то мы их выясняем, мы их проясняем, мы как-то в них размещаемся. И тут может появиться злость, здесь может появиться злость о том, как человек поступал, как он обращался своей жизнью, я вот работала с одной вдовой, у неё молодой вдовой, я была 35 лет на тот момент, и муж такой, знаете, был такой, такой Дольче Витте любил, такой вот немножко прожигал эту жизнь, и он пил шампанское, ел колбасу прошутто, так вот прям весело, первый панкреатит, второй панкреатит, на третьем он умер, панкреатит, да, оставив двух детей, а третий вот трёхмесячный. Да, вот, и конечно, сначала это было проживание-проживание, но на каком-то этапе она стала на него злиться, ну просто вот по-настоящему злиться за то, что он не думал вообще, что он делает, врачи предупреждали, это опасно, там панкреонекроз, искусственная кома и смерть. Вот, и это было очень важным ей, как бы восстановить с ним отношения, и она вот тут уже злилась непосредственно на него, на его поведение, и здесь все наши техники горячего стола, пустого стола, да, как угодно, вот этот разговор с умершим, не пугайтесь его делать, аккуратно объясняя человеку, что мы не сошли с ума, что это просто нужно для того, чтобы какие-то психические процессы восстановить, люди неплохо на это идут и очень неплохо работают. Иногда даже можно предложить для особо, ну людей, которые нам доверяют и с которыми есть хороший альянс, а что бы он сказал, да, то есть иногда можно просто высказать, иногда можно услышать обратную связь от умершего. Повторяем, никто не сошел с ума, мы все понимаем, что человека нет, да, но вот эта реконструкция отношений помогает человеку перейти на следующую стадию, следующая стадия, это четвертая, можно? Постконтакт, и конечно, тут мы уже просто ассимилируем тот опыт, который мы проживали, живя с этим человеком рядом. Что он нам дал, что я вынесла в результате вот этого всего проживания, вот этого процесса горя, да, что это мне дало, как я посмотрела на жизнь, как я посмотрела на других людей. И считается, что вот очень меня поддерживает в работе с людьми, которые кого-то утратили, о том, что человек, который прожил утрату, у него способность любить увеличивается. способность любить и ценить настоящее, кто прям по-настоящему прожил. Это очень меня поддерживает как терапевта, когда мне приходится работать с людьми, которые что-то, ну, не что-то, а кого-то очень близкого утратили, это такая, некоторые вещи резонируют в моей душе, и это бывает непросто, но возможность любить, возможность включаться там здесь и сейчас в эту жизнь, она увеличивается, если вы проживаете этот процесс. Вот, и на последнем этапе, вот как упражнение, которое я хотела вам предложить, это, есть такое духовное завещание, да, такое вот, есть такое, может быть, вы знаете об этом, духовное завещание, то есть, что мне человек, который ушёл, что он мне завещал, что он мне хотел бы сказать. Вот, я делаю обычно вот таким образом, что этот человек дал мне и что я дала ему, вот, вот, вот эти две фокусировки, потому что, что он дал мне, люди часто могут сказать, вот как-то это проще идёт в эту сторону, он, не знаю, там, вырастил меня, дал мне много там счастливых моментов, там, и так далее, да, что он дал мне. И вот очень важный разворот, так как у нас реконструкция отношения, так как у нас важно, чтобы мы вот эту возможность любить себе, как бы, реабилитировали, да, и что я ему дала, ну, или, соответственно, ваш пациент дал своему умершему, вот это очень интересный разговор, как это было важно, вот сейчас я тоже работаю с женщиной, у неё мама умерла, и для неё была настолько интересная фокусировка, что она ей дала, вот настолько это было ей важно об этом поговорить, это настолько как-то более объёмно вообще она увидела все эти процессы, и это всё очень помогает. Вот, и в результате этой работы горя, конечно, человеку при воспоминании о своём умершем близком всё равно будет больно. Мы не стремимся к тому, чтобы ему было не больно, важно, чтобы ему было выносимо, и важно, чтобы он мог пользоваться тем опытом, который человек приобрёл в процессе взаимодействия со своим близким, да, то есть мы не лечим в ноль, ну, то есть нет задачи, чтобы было не больно, всё равно вспоминая, это больно, но вспоминали, поговорили, ушли в свою жизнь. Ну, как бы критерием завершённости работы горя считается, когда горе уходит в фон, когда человек может погружаться в свою жизнь, он может активно в ней участвовать, он может строить планы, не знаю, интересоваться будущим, ехать, куда ему там интересно, один, если такая ситуация предоставляется. Но при воспоминании человек может заплакать, он может почувствовать боль, и это нормально. Главное, чтобы он научился жить. Мне понравилась одна метафора, в каком-то сериале я её подслушала, вообще мне очень понравилось, там вдовы обсуждали, как жить дальше, вообще как жить, когда умер муж, вот, и одна сказала, когда умер муж, образуется огромная воронка, вот, её ничем не заполнишь, но вокруг неё можно посадить город, посадить сад или, не знаю, возвести город. Вот, и вот это наша основная задача, да, чтобы вокруг вот этого мог вырасти город, мог быть возведён, не знаю, возведён сад, и человек мог жить, а воронку, конечно, не заткнёшь. Ну всё, дорогие друзья, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok